Сегодня поговорим о роторной сетевой машинке Эндис. Эндис АГЦ 2-спид. Двускоростная машинка. В комплекте идет сама машинка, масло, но и по большому счету все. Больше нас здесь ничего не интересует. Хотя идет в комплекте у нас еще такой переходник на английскую розетку, но для нас это не актуально. Итак, машинка. С завода идет замотанная вот этикеточка, которая нам намекает, что неплохо бы отойти от русских национальных традиций и перед тем, как ее включить, прочитать инструкцию. Но мы же русские люди умные, поэтому мы читать ничего не будем. Мы сразу же возьмем машинку в руки. Машинка роторная, сетевая, с ножами стандарта, опять. Предназначена формально для стрижки животных. Имеет две скорости. Кнопка имеет специальный фиксатор от красного цвета. Пока мы не нажмем на него, кнопка не сдвинется. Довольно удобно. Поставили просто палец и легко сдвигается. Скорости здесь две. 2700 и 3200 оборотов в минуту. Надо отметить, что бывает еще АГЦ-2 Супер, у которой скорости повыше. Здесь 2700 и 3400, а там максимальная скорость 4400 оборотов, насколько я помню. В остальном машинке абсолютно идентично. Надо отметить, что помимо машинки для животных, раньше выпускалась БГЦ-2 машинка для людей. Отличалась она, как это водится, только комплектацией. Был другой нож. Здесь для животных нож 1,5 мм длина среза. Там нож был 0,5 мм длина среза. Плюс у машинки для стрижки людей в комплекте был большой набор насадок, но при этом она была существенно дороже. Машинка имеет мощность 35 ватт. Отсутствует, в отличие от Остер 97 либо Мозер Макс 45 класс 45, воздушное охлаждение. То есть здесь нет никаких отверстий в корпусе, через которые у нас будет проникать волос. Машинка довольно тихая. Если сравнивать опять же с Остер 97 и Мозер Макс 45, она прямо намного тише. Практически бесшумная. Звук на видео, конечно, всегда очень тяжело передать, но тем не менее, я вас уверяю, машинка тихая, с небольшими вибрациями, благодаря небольшой скорости. Довольно удобно лежит в руке. На обратной стороне у нее имеются специальные ребра, за которые на самом деле очень удобно держаться, чтобы она не скользила. Ну и кроме того, корпус выполнен из ударопрочного пластика, который, в общем-то, не страшно ронять на пол, но все-таки ронять не советую, потому что помимо пластика здесь еще и не очень ударопрочный нож. Любой нож можно легко повредить при падении. Нож стандартный, со стандартным креплением. Имеется здесь кнопка, нажимаем ее, нажимаем на нож, он легко снимается. Нож стандартный опять, соответственно, подойдут ножи других брендов. Уолл, Мозер, Остер, не знаю, кто еще, их десятки этих брендов, которые выпускают такие ножи. Напомню, что надевается нож всегда на включенную машинку. Включили, нажали кнопочку, защелкнули. Все, выключили. Снимается всегда с выключенной машинки. Обслуживание. Никакого особого обслуживания эта машинка не требует. Здесь ничего в самой машинке смазывать не надо. Смазывается только нож. Сама машинка чистится. Для удобства чистой здесь есть съемная крышка. Просто снимается. Никаких там кнопок, ничего. Просто сдернули вверх и все. Используется конструкция с эксцентриком. Практически прямой привод. Но для увеличения длины хода используется такая вот штучка, поводок. Поводок этот, само собой, со временем может и стираться. На этот случай в комплекте идет запасной. Даже если и запасной сломается, что маловероятно, они продаются свободно отдельно. Но ресурс у них довольно большой. На моей памяти ни разу никто за несколько лет даже родной не менял. Дальше. Поскольку машинка для стрижки животных предполагает, что она будет справляться с большими объемами стрижки. И поэтому производитель не пожлобился, а положил нормальный флакон масла объемом 100 миллилитров. Напомню, что при стрижке животных производитель рекомендует смазывание производить каждые 15 минут. Насколько это оправдано, я не знаю. Я думаю, грумерам виднее, насколько часто надо смазать. Это уже по ситуации. Итак, машинка. Машинка является одной из самых мощных в линейки роторных сетевых машинок Эндис. Работает практически бесшумно при этом. Небольшой нагрев. Стандартные ножи. Стандарт А5, соответственно, можно подобрать нож с любой длиной среза. Из минусов, честно говоря, минусов я здесь особо не нашел. Хотелось бы, конечно, машинку поменьше, полегче, но мощность подразумевает размеры и вес. Также, что еще необходимо отметить? Конкуренты основные это Moser Max 50, а не Max 45. Max 45 все-таки модель, мне кажется, устаревшей. Max 50 примерно такой же по характеристикам, но эта машинка мощнее. Max 50 24 Вт, а здесь 35 Вт. Ну, пожалуй, на этом и все. Машинку к покупке советую обязательно для грумеров. Также, если какой-то мастер-парикмахер привык работать роторными сетевыми машинками и мучиться до сих пор с Max Class 45 либо с Oster 97, рекомендую заменить на данную машинку. Конечно, не сразу же сейчас бежать покупать, а когда предыдущие сломаются. Ну, на этом, пожалуй, все. Будут какие-то вопросы, спрашивайте. Подписывайтесь на наш канал Енот Постригун, записывайтесь в нашу группу ВКонтакте, заходите на наш сайт, разглядывайте цены. На этом, пожалуй, все. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.